«Но витсанту Сапсоева! Но витсанту Сапсоева!» Равноправие и безопасность требовали ЛГБТ-активисты, собравшиеся перед зданием правительства Грузии. Но перед тем, как с помощью звукоусилителей они обратились к властям и к общественности, им пришлось собираться с соблюдением мер предосторожности. Для участия в акции, организованной движением за равноправие, около 150 человек с раннего утра собрались в Тбилиси у станции метро Церетели и 300 арагвинцев. Их разместили в двух десятках маршрутных такси и к десяти часам доставили к зданию правительственной канцелярии, обходными путями и в сопровождении усиленной охраны полиции. Через ограждение к месту акции пропускали только самих участников, журналистов, а также местных жителей, но строго по удостоверению личности. «Мы защищаем права в унизительных условиях», – так сказала бакция, посвящённая Международному дню борьбы против гомофобии и трансфобии, один из её организаторов – Георгий Табагари. «Я бы желал, чтобы мы стояли вместе и рядом, и в будущем году нам не понадобилось стоять на ограждённых кордонами территориях». В ходе акции, которая длилась около часа, ЛГБТ-активисты и представители общины говорили о своей жизни, отношении к ним общества и государства, с которым они сталкиваются ежедневно. «Мы все здесь вместе, и это очень важно. Мы здесь для того, чтобы показать обществу, что мы существуем, что мы граждане Грузии». «Я хочу сказать главное. Жертвами насилия грузинского общества стали наши лучшие друзья, наши граждане, четыре трансгендерные женщины. И мы, трансгендерные женщины, должны всегда поднимать голос, потому что мы – самая уязвимая группа в Грузии». 17 мая в Тбилиси отметили шествие и День защиты святости семьи. До его начала в 11 часов на улице Инго-Роква, вблизи той территории, где проходила акция ЛГБТ-активистов, собрались десятки участников шествия и духовные лица, которые, пали со словом, защищают прочность семьи. «Семья в первую очередь. Без семьи не будет существовать наш народ. Мы осуждаем всякую нечисть, что сегодня происходит в Грузии. Мы должны защитить наши семьи, нашу веру и нашу родину». 17 мая, как День защиты святости семьи, по инициативе патриарха Грузии Ильи II, отмечается с 2014 года. Семья в первую очередь. Семья в первую очередь. Продолжение следует...